Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как стать андроид разработчиком в 2022 году и в особенности в условиях санкции, кризиса, многих всех это все дело напугало, но я считаю пугаться не стоит, все будет отлично. И сейчас отлично время для того, чтобы приходить и работать в сфере мобильной разработки, в данном случае в сфере андроид разработок. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Во-первых, для того, чтобы вы пришли в эту сферу, вы должны для себя понять и осмыслить. Ну, я думаю, если вы находитесь здесь на этом видео, значит вы уже понимаете, что вы хотите сменить профессию или освоить что-то новое. Вам нужна профессия, которая позволит вам вести более свободную жизнь. Она, эта профессия очень интересная, позволяет вам получать высокий, постоянный, стабильный доход. И самое главное, эта профессия позволит вам, при должном понимании подхода к делу, эта профессия позволит вам стать популярным и делать что-то полезное для людей. То есть представьте, допустим, в данном случае в андроид-сфере разработки, вы сможете создавать мобильное приложение, которое в хорошем исходе дел, этим мобильным приложением будут пользоваться миллионы людей. Это очень классная вещь и вы будете чувствовать свою значимость и именно чувствовать, что вы сделали что-то полезное и классное. И получаете за это постоянный, пассивный доход. Вам нужно определиться, хотите ли вы иметь такой стиль жизни. Если да, то однозначно вам нужно идти в программирование. Теперь, когда вы пришли в программирование, вы должны абсолютно четко понимать, вы хотите разрабатывать мобильные приложения, вы хотите разрабатывать сайты, а может быть игры. То есть если вы хотите делать так, чтобы человек взял смартфон, скачал мобильное приложение и пользовался вашим мобильным приложением, и вспоминал вас добрым словом, да, и платил, благодарил вас ежемесячной подпиской за труд, за проект, который вы сделали, да, то есть за ваш продукт, то однозначно вам нужно идти в мобильную разработку. Если вас вдохновляет, то мысль, которая приходит вам в голову о том, что благодаря вашим стараниям вы сделали какой-то очень классный айтишный продукт, которым пользуются миллионы людей, и что вот эти кнопочки, которые вы расставляли на экране мобильного приложения, этими кнопочками пользуются миллионы пользователей, и пользуются легко, то есть вы их правильно расставили, у вас полная гармония между UX и UI получилась, то есть если вас эта вся мысль вдохновляет, и вы хотите делать что-то классное, наполненное жизнью, тогда да, однозначно вам нужно идти в мобильную разработку. Когда вы определились, что вы пришли в мобильную разработку, хотите заниматься именно мобильной разработкой, вам нужно выбрать платформу Android или iOS. Если вкратце, то если у вас есть макбук современный, лучше современный, лучше которому не больше 4 лет, то тогда можете выбрать iOS, но тут вы должны понимать, что тут намного больше плата за аккаунт разработчика, тут могут возникнуть проблемы в плане санкций, то есть iOS именно ужесточила работу с программистами, если Android ужесточила работу для обычных пользователей, iOS именно ужесточила работу для программистов, для Android, для программистов ничего не усложнил, усложнил для обычных пользователей, а iOS именно для программистов, поэтому сейчас приоритетнее идти в Android. Ну и если у вас есть макбук и у вас вся яблочная техника, то вы пойдете в iOS. Ну и если вы идете в Android, то смотрим это видео дальше, я вам дальше расскажу, что делать. Итак, вы решили идти уже все в Android разработку, и вы хотите заниматься Android разработкой. Во-первых, вам нужно составить план того, что нужно знать каждому Android разработчику. Как это сделать? Вы можете зайти на Headhunter, на сайт с вакансиями, вбить Junior, Middle, Android разработчики и посмотреть, что требуется. Пройдите там 10-20 вакансий, пройдите, выпишите то, что каждому Android разработчику требуется, выписываете и выбираете общие технологии, которые нужно знать. Кроме того, можете загуглить, у меня видео на канале есть, видео будет это в описании и по ссылке доступно, что должен знать Android разработчик. Я это и такие видео выпускаю каждый год, поэтому там прям все технологии, которые нужно знать. Также вам нужно обязательно установить софт, то есть в данном случае это Android Studio. Вам нужно на начальном этапе просто открыть и разобраться, как создаются проекты, да, Android проекты, проекты Android приложений, из каких папок он состоит, что где находится, что такое ресурсы, да, где находятся XML шаблоны, где находятся Kotlin классы и как они между собой взаимодействуют. И вам нужно создать пустой проект и запустить на своем смартфоне. И вы после этого испытаете очень положительные эмоции. А когда вы, допустим, разместите кнопочку и текстовое поле, и при табе по этой кнопочке что-то отобразится в текстовом поле, или произойдет переход с одного экрана на другой, то ваши эмоции будут очень бурными. Вы, хотя с одной стороны, можно показаться, сделали какую-то мелочь, а с другой стороны, вы испытаете за себя гордость о том, что вы это сделали. И далее нужно уже переходить именно к обучению Android разработки. И тут очень важно понять, как вы будете это все производить. Либо вы будете обучаться самостоятельно, либо вы будете обучаться на курсе. Разница состоит лишь во времени и в ошибках. То есть, скорее всего, я просто сам обучался, поэтому я примерно понимаю, то, что я мог пройти за полгода, я прошел за полтора года. Вы будете искать различные варианты решения проблемы самостоятельно. Будете искать код, вы этот код будете писать, потом вы будете просматривать новые технологии, или те же технологии. И со временем развития, даже в течение этих полутора лет, когда вы обучаетесь, вы будете возвращаться к тому коду, который писали несколько месяцев назад, и понимать, что вы написали неправильно, потому что это правило плохого кода, и так лучше не писать. То есть, у вас постоянно саморазвитие, и вы первые свои проекты, вы напишите первый проект, и вы его через несколько месяцев захотите переписать, потому что будете понимать, что это все очень плохо. Поэтому лучше, когда вы у кого-то обучаете. Если вы выбираете для себя курс, то я вам рекомендую обратить внимание на мой курс Android Разработчик за 3 месяца. Ссылка на этот курс будет в описании. Если вы выделяете очень много времени, то за 3 месяца пройдете этот курс. Если вы можете выделять по 2 часа в день, по вечерам, то от 3 до 6 месяцев можете пройти этот курс. Но опять же, я вас в рамках не ограничиваю, у вас доступ пожизненный, и вы можете обучаться в своем темпе, и не переплачивать абсолютно за этот курс, ни копейки. Итак, вы приходите к изучению. Очень важно, когда вы обучаетесь, не только просто что-то пробовать, какие-то технологии, но и практиковаться. Хорошая ситуация будет, когда вы после выхода с обучения будете иметь у себя 2 проекта в портфолио. Самые популярные проекты по заказу на фрилансе это мобильное приложение для интернет-магазина и мобильное приложение для сферы услуг, для той же пекарни, салонов красоты, барбершопа или фитнес-клуба, что-то такое, где есть личный кабинет с расписанием личного тренера, со списком своих посещений, вот что-то такое. И вам, пока вы учитесь, вам хорошо бы практиковаться. Во-первых, вы что-то изучаете новое, во-вторых, вы пока пишете свой проект, вы будете сталкиваться с различными проблемами, которые нужно решать. И вы будете обращаться к гуглу, да, и искать варианты решения этой проблемы, и вместе с этим будете развиваться. И вот такой подход, когда вы обучаетесь на курсе и параллельно пишете свой проект, вот такой двухсторонний подход позволяет вам более эффективно обучаться. И когда вы уже вот так обучаетесь эффективно, вам уже нужно задумываться о том, что вы будете делать после обучения. Уже, можно сказать, с первого месяца вы должны задумываться об этом. Если вы собираетесь работать на фрилансе или работать напрямую с заказчиками, вам нужно начинать формировать свое имя, завести аккаунты на правильных, скажем, площадках, на том же Линкедыне. Можете завести канал на YouTube. YouTube, непонятно, заблокировать нет, пока можно заводить. Можете на Рутубе, ну, не особо поможет аккаунт во ВКонтакте. И везде нас в этих соцсетях вы должны написать, что вы Android-разработчик, что и постоянно постить там раз хотя бы в неделечку какие-то интересные... Ну, опять же, не раз в неделю, вам понравилась какая-то тема, какой-то урок, вы думаете, потом посмотрю обязательно и кинуть себе на стену, да. Ну, в общем, вам нужно завести аккаунт, и чтобы на них было видно, что вы Android-разработчик. Кроме того, если вы собираетесь работать на фрилансе, то на бирже фриланса, ну, допустим, на российской, это freelance.ru, на иностранный Upwork, ну, там проблема с выводом денег, поэтому лучше сейчас сосредоточьте на российской бирже фриланса, freelance.ru, заведите и оформите себе правильный аккаунт, да, для Android-разработчиков. Опять же, для всех, кто обучается на премиальной программе, я помогаю оформлять это. Вы оформляете этот аккаунт Android-разработчика, да, где прописываете весь стек технологий, которые вы знаете, прописываете всю информацию себе, вы можете взять за пример уже действующие, какие-то популярные аккаунты Android-разработчиков, да, формируете просто все аккаунты, да, и поформируете, то есть, свою популярность, то есть, подготавливаете себе почву для выхода на рынок. Если вы хотите в дальнейшем трудоустроиться, а не работать там на себя, то тогда вам нужно научиться создавать, создать правильное резюме. Можете обратиться к профессионалам, которые вам помогут это сделать за денежку, либо можете, есть много курсов, где помогают создавать резюме, либо скачать, почитать, погуглить, как правильно создавать резюме. Создаете резюме, создаете видео резюме, это мотивационные письма, есть куча всяких вебинаров, где это все рассказывают бесплатно, как это сделать, и все это подготавливаете, и уже где-то с половины, ну вот, вы выбрали, да, материал себе, который изучить нужно для Android разработки. Примерно, начиная с половины, половину, когда вы все освоите, уже примерно, допустим, после UI, вот вы освоили основы, освоили UI, освоили работу через базу данных, хрум, освоили хотя бы ретрофит, да, вот уже на этом этапе можно уже переходить к поиску работы, можете уже ходить по собеседованиям и пытаться трудоустроиться. На все вопросы, которые вы не отвечаете на собеседование, себе записывайте, и потом на следующих собеседованиях вы делаете здесь себе площадку, чтобы потом проходить собеседование более успешно. И вот так, шаг за шагом, идя по алгоритму, который я рассказал вам сегодня, вы можете стать Android разработчиком в 2022 году в условиях санкций. Потому что рынок уже очистился, многие уехали за границу, кто забеспокоился, кто забоялся. Сотрудники все равно нужны, потому что, допустим, российский рынок, он в отличие от других рынков СНГ, он внутренний рынок, он очень большой, и сейчас очень много проектов. И поэтому все равно Android разработчики нужны, и поэтому вы трудоустроитесь очень легко. Тем более сейчас, так как все сейчас нужны Android разработчики, вы уже со своими, если вы пройдете по моему пути, по которому я вам рассказал, у вас будет уже две работы, у вас будет хорошее знание, хорошая практика, вы уже будете на уровне между Junior и Medlo, поэтому вас на противницу Junior возьмут очень даже хорошо. Либо вы можете работать на себя, либо через Freelance, либо брать напрямую заказы. И опять же, проектов будет достаточно много, вы можете также брать эти проекты. О том, как брать правильно заказы, в условиях действующих санкций, я рассказывал в прошлом видео, посмотрите обязательно. Ну и также, вы можете создавать свои проекты, которые вам будут приносить постоянный, пассивный доход. Вы создадите свое мобильное приложение, там можете получать доход через платную подписку ежемесячно у пользователей, либо напрямую размещать рекламу от рекламодателя, либо есть там встроенные магазины. Вы можете кучу-кучу вариантов. Есть как вы можете заработать сейчас со своего мобильного приложения. В целом, это все, что я хотел сказать сегодня вам о пути Android-разработчика в 2022 году в современных условиях санкций на российском рынке. С вами был проект Mabu. До встречи на выходных на нашем еженедельном подкасте. Всем пока!